всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру fifan 21 за кайзер всех уже с наступившим новым годом да всем желаю отличного 21 года и конечно же хочется чтобы вся эта дичь которая была в двадцатом в общем в жизни в мире потихонечку сходила на нет посмотрим надеюсь так и будет вот ну а у нас отрыв уже очень существенный в чемпионате 17 очков осталось до конца чемпионата 11 туров то есть возможно через парочку серии уже математическое чемпионство будет обеспечена да я надеюсь на это по крайней мере и да наконец-то ребята наконец-то знаете что я сделал вы столько просили это в комментариях я наконец-то изменил внешность тренера теперь вот так выглядим да и плюс ко всему плюс ко всему плюс ко всему я изменил внешность точнее не внешность а бутсы и форму нашему крафту вы этого тоже очень просили вот теперь эмилио крафт выглядит как-то так вообще вот насчет бутсы и футболки я вот этого вообще не замечаю мне это не бросается в глаза поэтому я про это долго забывал и но серии наперед записываются на праздники поэтому вы мне конечно в комментариях постоянно напоминали но все же вот вам раз это так важно я сделал но в принципе я будут играл для себя вообще бы на это внимание не обращал если честно ну ну да ладно вот у нас тут тренировки матчи новые поехали что ли и так да яку спальвис все тут чевчи крафт шат в плохом настроении хотя нет не в плохом у него настроение доволен а почему что с ним случилось и хер хер тоже перетренированность может быть но тонус великолепный у всех игроков это радует спальвис впереди как обычно чевчи крафт теперь у нас играют до в середине но в целом неплохо бурье по-прежнему травмирован ждем его возвращения ну и начинаем этот матч ронни кёник вешает бутсы на гвоздь посмотрите нам показывают футболиста в составе соперников который завершает карьеру было ли такое раньше фифа я честно говоря не припомню напишите в комментариях стартовый свисток прозвучал поехали некоторые высказывали мысль в комментариях в прошлых сериях что надо бы молодого того подписать егера из академии и это позволит нам закрыть позицию левого крайнего а даяку переучить на позицию нападающего ну не знаю мне кажется он все-таки фланговый игрок больше такой креативный и на позицию на по не ну не подходит его талант его показатели скиллы и так далее даяку а вот тут он как раз оказался на месте нападающего и забивает гол интересно интересно только я сказал про то что он нифига не на мне ну там аргументы были про то что у него хороший удар с обеих ног есть скорость неплохая тут клянь зорге отдал голевую с левой тоже удивительно конечно ну что ли он даяку еще один его гол еще один гол десятого номера надеюсь это поможет ему быстрее прогрессировать и развиваться да ребят я еще кстати говоря не рассказал вам я отключил адаптивные триггеры потому что временами казалось что геймпад сейчас откажет у меня не то что вы полностью но именно вот rt lt как будто бы отваливались уже реально ну то есть из-за того что эта система работает интересно достаточно то есть особенно фифа то сильное натяжение то слабая резко и ты-то реагируешь на это натяжение но с опозданием разумеется поэтому иногда слишком сильно давишь на эти кнопки которые могут выйти из строя поэтому я ради того чтобы сохранить жизнь dual sensu подольше я решил это дело отключить крафт 2-0 ну совсем что-то соперник у нас стоит совсем не сопротивляется атаки через центр пропускает и крафт с новыми бутсами с новым стилем скажем так забивает первый гол забежал открылся спальвис ему отправил передачу в разрез все четко крафт мягкая передача на клянь зорге тот попытался навесить в центр не получилось заблокировали но будет угловой еще одна подача крафта спальвис не очень удачно пробил головой не попал толком по мячу поэтому мяч так как будто бы срезался крафт красиво одного обыграл а дальше уже далековато отпустил но один в один конечно этот парень умеет обыгрывать благодаря четырем звездам на показатели финты даяку опять смещается в центр с фланга здорово на замахе убирает и в дальний угол но вообще рука была очень было похоже на руку но да ладно крафт красиво на спальвиса тот не смог прошить вратаря оборонного соперника совсем не играет я уж не знаю с чем это связано но очень легко даются нам атаки спальвис опять передача от крафта спальвис вот такой навесик на высокого крафта который не очень здорово пока играет на втором этаже на этом атака и завершилась ну что контратакуют хозяева шат нет спокойно съел здесь спокойно съел ну что добавлена одна минута которая уже истекла последняя атака тайма скорее всего крафт очередная передача в разрез точнее попытка на спальвиса не прошло здесь крафт раздает все разрезающие у нас весь тайм еще и сам забил еще и обыгрывал один в один настоящий лидер команды растет у нас вот его и демонстрирует оператор и режиссер трансляции счет очень комфортный можно выпустить резервистов давайте ридондо выйдет скарлатидис наверное вместо кляйн зорги тоже поиграет форму поддержит свою ну и зесса вместо чивчи остальные пусть остаются на поле скарлатидис попытался забросить внутрь штрафной заблокировали еще один угловой который исполнит эмилио крафт поточнее бы подачу вот например такую но куда ж так пробил то спальвис куда-то вверх скарлатидис и спальвис здорово разыгрывали последняя передача не удалась зесса красиво и еще один гол 3-0 ридондо сместился в центр забил кстати да я не поменял ему задачу обычно я ему менял задачу когда он выходил оставаться на фланге там и так далее хотя нет сбалансированная ширина ставила здесь оставил смещаться в центр вот он сместился и забил как и даяку это слабое вот место соперника в которой мы били весь матч смещение левого крайнего в центр за ним защита не успевала все отвлекались на спальвиса в основном ну и тут тоже пятый номер пытался помешать но ничего не успел сделать ридондо забивает головой и это 3-0 счет причем абсолютно по делу по игре крафт что ты наделал скарлатидис плохая подача не туда но крафта в воздухе уже жонглирует мячом 79 минута встречи хотелось бы сыграть на ноль порадовать тренера порадовать конечно же вратаря с пахичем очередным сухарем хотя как очередным не так уж и много сухарей у него за сезон как вы помните ну вот стоило это произнести вслух как мы пропускаем 3-1 я так и думал лучше бы молчал такая подача с левой от крафта неожиданная достаточно точная там опять ридондо летел замыкать так еще один заброс опасный и передача в касание нет здесь глоушек подстраховал но если честно в конце матча у нас как-то оборона стала проседать а здесь открывание ридондо подача о боже мой опять это его подача в никуда ну и финальный свисток 3-1 от разгрома хозяева ушли тем не менее тотальное доминирование и преимущество кайзера по ходу всего матча ощущалось благодарим тренера соперников кстати рост по моему тренера мне не поменять никак я бы хотел сделать повыше а то у нас я заметил с кем бы мы рукопожатиями не обменивались тренер ниже соперника ну да ладно так о чем нас просят после матча слушай наш тренер на кого-то стал похож по моему так про серию без поражений мы на этом не зацикливаемся я как всегда отвечаю вы снова выиграли скажите соперники хорошо играли заслуга игроков такой же сильный клуб как и ваша команда не все парни играли с полной отдачи настроил состав вроде норм слушай глаза какие-то у меня такие уху я такие глаза вроде не дело получилось как по-другому ну ладно слишком большие глаза нет вам не кажется ладно напишите в комментариях как вам новый облик нашего тренера с динамо дрезден играем следующий матч и изменений в стартовом составе я думаю делать не стоит все тут хорошо все у нас на своих местах вроде как все приносят максимальную пользу ну и крафт с рейтингом 74 все больше радует конечно он кстати у нас уже достаточно много стоит я думаю скоро пойдут предложения от топ-клубов по эмилио крафту но мы само собой его я думаю не будем продавать хочется его вывести и в бундеслигу и там чтобы он пошумел так у динамо дрезден схема с тремя центральными защитниками ну нам же возможно проще будет врываться в свободные зоны поехали опять небольшой дождик накрапывает но я не думаю что он нам сильно помешает крафт скидка с пальвис обратно на крафта крафт а вот это было лишним ну на самом деле я хотел чтобы он резче сделал финт этот сразу а то он через паузу его сделал и получилось что опоздал из-за этого финта и не получился кляйн зорге нет долго обрабатывал мяч тоже через паузу даяку опять врывается и передачи на пустые красиво 1-0 спались но опять врывание даяку диагональная испались празднует с болельщиками ты посмотри которые прямо к рекламным щитам вылезли со своих мест знаете ребят мне все больше нравится наш состав и я думаю что мы вполне боеспособная единица уже и для второй бундеслиги ну спальвис когда ты начнешь забивать головой вот в этом конечно он сильно уступает пурье сто процентов крафт прекрасная передача очередная кляйн зорге подача спальвис ох красиво красиво ножницами 2-0 33 номер раз забивался у нас но опять же я говорил вот три центральных защитника зона огромное количество врываемся туда и наказываем раз за разом соперника кляйн зорге тут точно навесил хотя знаете не очень удобно было бить пришлось еще опережать защитника лукаса но он справился так спахич на месте вот и момент у соперников возможно раньше времени я там сделал подкат забелла качапа но тем не менее от оборонялись крафт и опять передача на фланг тут шат шат прострел спальвис 3-0 ну фланги разрываем потому что фланги соперника не бегут назад а дальше уже точная передача на спальвиса и тот забивает забивает и забивает очень удобный причем передачи но вот кроме 2 возможно заметили да как спальвис сейчас от 6 номера уходил ложное движение потом открывание и все защитник не удел ну а потом подставил ногу это было что-то странное это уже что-то вот из геймплея фифа кривоватого ну ладно тем не менее был опасный момент крафт крафт увидел кляйн зорге дальше спальвис пятка не прошло ридер на крафта передача дальше опять на правый фланг шат кляйн зорге несколько ложных движений дальше уже как раз таки крафт прострел и точно ведь мяч пошел на спальвиса был близок очередной гол неплохо крафт раскачал на индивидуальном мастерстве пробил удар только вот не в угол никуда чисто в руки вратарю 3-0 после первого тайма очередная легкая прогулка получается для кайзера ну и опять надо держать всех в тонусе рёзер давай выходим риттер давай выходи крафта я ставлю пусть играет у него сейчас идет и херхер наверное вместо шада или вместо не глоушек подустал больше вместо глоушек спахич справился с довольно опасным навесом на дальнюю штангу если бы не дотянулся там возможно замкнули бы в пустые передача на спальвиса на рёзеры точнее уже да проходит дальше шат нет офсайда никакого нет есть кляйн зорге ай-яй-яй спахич и что пенальти ну я в подкате пытался заблокировать удар а так получилось что сбил соперника опять второй тайм у нас похуже но это из-за замен возможно как раз то что выходят резервисты немного ломает нам командную игру шат ну получилось что фол после удара да штанга нам и пенальти-то что-то не забивают ребят в последнее время еще и добивание но спахич надежен кстати угадан был удар направления точнее его там возможно даже если бы не штанга был бы сейв хотя немного с опозданием прыгнул спахич поэтому не факт конечно было качап заброс не не точно еще один момент и 3-1 таки не можем опять сухо сыграть оборона проваливается вот здесь и чуть-чуть все не успевают накрыть отобрать перехватить ну вот сейчас если бы не голова защитника быть голу скорее всего но увы крафт еще одна подача ну и вот опять срезается мяч у Резера и нет акцентированного удара крафт опять очень хорошо клинзорги на пустые выкатим да 4-1 Резер у нас билдап то есть построение атаки уже отработано передача крафту тот уже разрезает защиту соперника либо на фланг либо в центр ну а дальше либо проход на вес проход передачи в центр либо удар с острого угла смещение да с фланга ну либо если передача в разрез в центр идет то сам нападающий должен решать так и строятся наши атаки и строятся они стабильно хорошо в этой серии и снова крафт в этот раз на Резера Резер на дальнюю надо туда отправлять ай клинзорги тут вот немножечко немножечко был потерян темп атаки поэтому и не забили Дайяку зарядил с острого угла особенностями нашего новичка на левом фланге является то что он иногда пропадает из игры вообще но когда появляется обычно либо забивает либо создает момент Спальвис оформил хэт-трик сегодня мог забить еще и больше за первый тайм удачный матч для нападающего и для всего Кайзер Слаутерна хотел бы вам вот еще раз показать стоимость футболистов у нас конечно Эмилио Крафт с огромным отрывом лидирует стоит уже 10,5 миллионов евро а Дайяку стоит 3,3 миллиона на втором месте наше недавнее приобретение еще одно приобретение на третьем месте было Качап 2,1 миллиона а далее идет правый защитник Шат для многих неожиданно возможно 1,8 миллиона и Чивчи тоже 1,8 миллиона Зикингер идет капитан наш далее 1,7 миллиона он стоит далее Вратарь Спахич 1,6 миллиона Кляйн Зорге 1,5 миллиона Херхер который в запасе у нас чаще всего но похоже скоро он заменит в основе Глоушека у которого идет регресс вот ну возрастной потому что Зесса идет далее Ридер Глоушек вот Ридондо Бахман Резер Ридер спались дальше уже возрастные футболисты пошли достаточно ну кроме Готвальда возможно но у него рейтинг 62 поэтому он здесь Скарлатидис вот и вратари наши молодые но с низкими рейтингами Вент и Рап причем они прогрессируют но довольно таки медленно и плюс у нас там подрастает им смена английский вратарь с очень высоким потенциалом отрыв насколько я могу судить по-моему вырос или мне так кажется 19 очков еще и на матч меньше у нас мы можем до 22 увеличить учитывая что останется 8 матчей до конца то есть в розыгрыше останется 24 очка нам 2 победы и мы чемпионы вот так вот заранее потом можно будет попробовать уже новый этот метод когда ты включаешь симуляцию но в ходе матча можешь вмешаться и взять под управление свою команду вот как раз когда мы станем чемпионами протестим этот новый метод управления в матчах своей дружиной скажем так опять же основу не трогаю они замечательно играют замечательно действуют зачем что-то менять когда это классно работает погнали интересно если вот будут матчи такие же легкие во второй бундеслиге с этим же составом нашим стоит ли мне все-таки на сложность альтимейт переходить я просто не знаю насколько она здесь хардкорная просто в 20 фифа когда ее обновили она стала невозможной ну то есть играть на ней стало невозможно там соперники превратились в идеальных роботов и разумеется такого я не хочу в этой карьере чтобы в каждом матче были суровые страдания настолько суровые я думаю кто смотрел карьеру за форест грин роверс тот знает о чем я говорю какой алтимейт был именно фифа 20 после обновления если здесь такой же то я не думаю что стоит его ставить даяку на замахе пробить не дали спальвис мимо ворот размечтался я что-то про две победы пока соперники играют даже чуть лучше чем кайзерслаутер довольно опасные подходы у нас пока ни одного момента было качап на даяку которого накрыли прессингом и потеря у своей штрафной это всегда не очень хорошо всегда приводит к проблемам обычно так крафт хорошо сыграл в отборе дальше кляйн зорге кляйн зорге все еще с мячом разворачивается крафт делает забегание и можно вот сейчас ридер ой плохо на фланг не проходило и сюда тоже левее не прошло а вот хорошая передача от крафта кляйн зорге свободная зона перед ним рвется вперед кляйн зорге и передача на пустые 1-0 на даяку на дальнюю штангу 10-й номер снова забивает кайзер слаутерн выходит вперед поймали все-таки на контратаке позиционные не очень получались а вот контратака прошла и опять крафт классная передача на кляйн зорге я уже говорил наш билдап работает безотказно даяку опять на месте нападающего даяку и вонзает мяч в сетку 2-0 дубль дубль у даяку как наконечник копья как завершитель а так выступает действительно все лучше и лучше может и правда его попробовать переучить на центрального нападающего кто знает кто знает буду над этим размышлять и опять передача крафта прошла но здесь положение вне игры с таким опозданием флажок поднял линейный арбитр даже не знаю линейный я сказал помощник главного линейный это все-таки в теннисе по-моему чевчи разворачивается дальше ридер не торопимся находим крафта крафт тут уже я тороплюсь клянь зорги еще не успел забежать но крафт в отборе правда с нарушением первый тайм завершен 2-0 в этот раз не 3-0 2-0 ну и первые минуты были вообще очень хороши в исполнении хозяев даже заставили меня немножечко понервничать но сейчас вроде все успокоилось опять все под контролем кайзера после первого забитого мяча давайте смотреть кого можно выпустить в этот матч да яку совсем не устал как видите вообще не устал да скарлатидиса вместо клянь зорга я думаю опять же резера вместо спальвиса ну и в этот раз зесса вместо чевчи ой хорошо резер первым же касанием по-моему головой 4-0 о 3-0 да 3 танцы пошли от 18 номера а кто это так здорово навесил самонаводящийся мяч пошел по-моему да да яку с левой ноги такой навес прекрасный это получается у него 2 плюс 1 в этом матче ничего себе крафт и опять шикарно просто скарлатидис остановился выкатил 4-0 ну совсем что-то расклеились соперники опять же совсем никакого сопротивления ради эксперимента можно ребят будет попробовать также в следующей серии раз мы уже скорее всего оформим математическое чемпионство там сыграть на сложности ultimate может быть там реально будет нормально ну то есть не слишком хардкорно а именно в тему посмотрим а то что-то вот сейчас под конец сезона совсем легко стало играть даже без пурье ну виной тому конечно же виной тому ну вы поняли прогресс наших футболистов там еще то что я к ним привык к их особенностям ну и тонус команды а также настрой была качап заблокировал удар и она там уже была в сайт дальше хочется этот хоть матч без пропущенных обойтись в этом матче обойтись сам уже крафт забегает и удар сразу с левой обрабатывать я не стал думал что накроет защитник успеет постарался ударить сразу с полулета но получилось как получилось 70 минута встречи пока без пропущенных обходимся но вот на этих минутах когда у нас уже немного устает оборона мы начинаем пропускать крафт в отборе второй раз не успел подустал но ничего выносливость ему тоже нужно прокачивать для его-то позиции там была игра рукой мяч остался у нас поэтому свистка нет Резер Даяку очередной его проход Даяку смещение идет дальше передача в центр крафт надо было пяткой крафт почему не было пятки Резер крафт Резер нет слишком тонко крафт из последних сил он отбирает мяч еще посмотрите какой дриблинг соперники тоже устали это видно Зесса ридер крафт передача в разрез Даяку сместился в центр и опять крафт разрезает Скарлатидис подача на дальнюю Резер вверх ударил ну давайте ребят обойдемся без пропущенного пожалуйста в этом матче хорошо крафт Резер на Скарлатидиса нет того скорости не хватает так убегать даже несмотря на то что он свежим вышел крафт выиграл борьбу здесь Скарлатидис можно обратно на крафта если бы он только забежал правильно а то он куда-то не в ту зону немного открывался отдать ему туда передачу было крайне затруднительно и еще одна атака и свисток вот прям в такой момент судья не понравится я думаю это нашим соперникам вот так останавливать игру в процессе атаки уже когда мяч у штрафной ну ладно 4-0 это сухарь у нашего Спахича и вообще еще одна уверенная игра Кайзер Слаутер на Резер 2 забил еще мог забить мог хэтрик оформлять также ну да действительно отрыв 22 очка за 8 туров до конца и следующая победа обеспечит нам чемпионство друзья Пурье потихонечку догоняют в списке бомбардиров Кляйн Зорге здесь на 4 месте 12 мячей но он в последнее время не забивает у нас у нас другой фланговый игрок теперь стал забивать новичок Даяку ну возможно успеют догнать Пурье но я бы этого не хотел а ведь сколько он еще матчей пропускает если бы не эта травма сколько бы он забил я даже не представляю я думаю под 40 бы уже наколотил возможно ну или там 35 ну 30 точно бы уже забил 100% не забывайте про лайки и комментарии друзья увидимся в следующей серии там возможно будут вот эксперименты со сложностью с новым режимом ну я про симуляцию вмешаться в игру и так далее много интересного тоже вас ожидает ну и надеюсь математическое чемпионство конечно же сразу оформим буду к этому стремиться всем пока 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 Продолжение следует...